Железная логика с Сергеем Михеевым Присутствовал я, был приглашен и участвовал в работе Петербургского международного юридического форума. Это форум, который проводится, по-моему, с 2011 года. Такая крупнейшая, по крайней мере, в России площадка по обсуждению юридических, правовых вопросов. И в том числе туда приглашается довольно много иностранных гостей. Проводит Министерство юстиции на площадках Росконгресса. То есть это там же, где Петербургский международный экономический форум проходит и так далее. Должен сказать, что, во-первых, я впечатлен уровнем организации. Все очень здорово было сделано Министерством юстиции, Росконгрессом. Гостей иностранных было довольно много. Министр юстиции Кубы, в частности, выступал на пленарной сессии генеральный прокурор Намибии. Министр юстиции Малии. Довольно высокие чиновники из разных других стран Азии, Африки, на Латинской Америке. В общем, было достаточно интересно. На пленарной сессии выступал Дмитрий Анатольевич Медведев. С одной стороны, это форма для юристов, для правоведов. Поэтому там было очень много профессиональных обсуждений. С другой стороны, что я выделил из выступления Медведева, это первое то, что с точки зрения права, все нынешние действия Запада абсолютно незаконны. Но это касается и санкций, это касается и других военных движений операций. Но что еще больше, мне резонируется с тем, что мы тоже обсуждаем, Медведев сказал о необходимости новых основ устройства международной жизни, если хотите. Потому что Запад, который везде впихивает вот этот мир, основанный на правилах, вот этими правилами, если честно, всех уже серьезно притомил. Тем более, что эти правила, они меняют в зависимости от того, как им выгодно или не выгодно. И к международному праву, и к законам это все не имеет ни малейшего отношения. Я считаю, что совершенно уместный призыв международному сообществу понятие, простая вещь, что Запад со своими, так сказать, правилами, он нас всех вот реально, так сказать, доконает. То есть, ведет в могилу. Я так попроще объясняю, да? Вот, да, Анатолич, и было, так сказать, много юридических терминов, вот, но я так объясню попроще, да, что Запад нас всех ведет в могилу. И если мы не будем объединяться, координировать свои усилия, и в том числе на неких новых, более справедливых, равноправных принципах устраивать мир, вот, то все это закончится крайне плачевно. Ну, а потом просто невозможно это, там, сотними лет терпеть. В конце концов, ну все, колониализм, как бы, да, закончен, он был разрушен в том числе и в первую очередь благодаря Советскому Союзу, вот, а вот попытки, так сказать, поддерживать какое-то неоколониальное состояние дел в мире, ну, нас всех будет постоянно держать, во-первых, на коротком поводке у Запада, даже независимо от того, что этот Запад будет из себя представлять, который Запад, который сходит с ума, там, стареет, дряхлеет и так далее. Во-вторых, это просто не даст нам развиваться. Это просто не даст нам нормальную жизнь, потому что их правила, они сводятся, на самом деле, к одному правилу. Запад всегда прав, и хорошо то, что выгодно Западу. А второе правило, так сказать, все остальное, как бы, да, незаконное, поэтому в отношении остального Запад, если захочет, может применять санкции, может, так сказать, бомбить, может что угодно делать, совершать государственные перевороты, вот, и все, что с этим связано. Вот, я думаю, что мир стоит вот на пороге осознания этого, особенно на фоне, так сказать, тех явных кризисных явлений, которые мы, наверное, попозже не обсудим, которые на Западе происходят. Ну, второе, конечно, да, мне лично резонировало, как бы, так сказать, и я лично, как бы, был очень рад услышать, да, то, что говорил глава Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин, вот, в том числе по поводу миграции. Это тема, которая, я считаю, очень важной, вот, и которую я поднимаю уже много-много-много лет, да. Значит, та статистика, которую Бастрыкин привел, как бы, она, ну, мягко говоря, очень тревожная. И вот эти все разговоры, а давайте не будем про это говорить, а давайте не будем разжигать, а давайте будем более толерантами. Вот эта вот болтовня, давайте честно скажем, да, такая вот псевдотолерантная, она приведет нас к к катастрофе. И цифры, которые Бастрыкин, это я от себя говорю, но цифры, которые Бастрыкин привел, как бы, они совершенно очевидно это подтверждают, да. На 142 процента, по-моему, по его, как он сказал, словам, рост преступлений, связанных с экстремизмом в мегражданской среде, 142 процента. Это говорит о том, что эта среда склонна к такому неофитскому исламизму, причем экстремистского толка. Второе, что тоже мне очень интересно было, и тоже вот коррелирует, созвучно тому, вот, о чем я, так сказать, говорил, и мне это важно. По его данным, так сказать, да, только 13 процентов мигрантов работают в строительстве. А нам все время постоянно ездят по мозгам, рассказывая, что вот без них, ну, просто страна остановится. Без них просто все встанет, рухнет и так далее, и так далее. Но если 13 процентов только работают в строительстве, а остальные все просто шарятся по стране, как бы, да, ну, конечно, будут проблемы. То есть этот классовая теория, так сказать, при всем моем скептическом отношении к ней, она все-таки отчасти права. То, чем занимается человек, она, в том числе, так сказать, влияет на то, и на то, так сказать, что, как он делает. Поэтому эту проблему вот так просто замылить, так сказать, да, нельзя. Просто это будет просто преступление, да, потому что это будет играть на руку нашим врагам. Это первое, второе. Очень много того, что говорится, ну, просто является неправдой. В том числе по экономике никто не считал, на самом деле, что действительно нужно для экономики, а что не нужно. При этом миллионы, как бы, продолжают и продолжают заезжать. Опять же, как сказал Бастрыкин, в Москву за 4 месяца 2 миллиона мигрантов заехал. А зачем? А зачем? Что такое происходило в Москве? Для чего, так сказать, нужны были вот эти вот толпы огромные, так сказать, людей? Ну, я себе там буквально пару слов, там много говорить не буду. Я выступал на сессии патриотизма права. Но, в принципе, мое конкретное выступление можно увидеть и на моих каналах, в том числе на телеграм-канале Сергей Михеев. Но, так как я не правовед и юрист, и не юрист, я особо на это и не претендовал, но сказал я простую вещь, что, во-первых, что касается законов и изменений этих законов, да, и так далее, и так далее, все-таки есть ощущение такое, скажем, в народе, в архетипе народа, в его культуре, есть ощущение того, что такое правда и справедливость. И вот закон, по идее, должен стремиться к тому, чтобы максимально приблизиться к ощущению того, что в народе считается справедливым и правдимым. Полностью эти вещи совместить нельзя, потому что здесь есть, так сказать, тоже крайность впасть в такой, так сказать, какой-то ультрапопулизм, да, ну и, в принципе, это невозможно совместить. Но пытаться сближать эти вещи, гармонизировать крайне важно, потому что, если люди видят, что по закону, но внутренне они чувствуют, что это не по правде, что это неестественно, что так не должно быть, да, тогда, как бы, да, ждите проблем и для общества, и для государства. Здесь надо понять, что мы, если считаемся самобытной цивилизацией, должны выработать некий комплекс ценностей и идей, да, наиболее, значит, гармонично отвечающий тому, что вообще народная душа, так сказать, считает правильным, да, и к этому примерно, так сказать, приводить свою законодательную базу. А что там у немцев, или что там у американцев, или что там, так сказать, в Папуо-Новой Гвинеи, это все интересно для изучения и, может быть, местами, так сказать, принятия опыта, но, так сказать, вторично. А уже исходя из этого, уже исходя из этого и строить стратегию, в том числе касающуюся изменения законодательства и так далее. То есть сначала ценности и идеи, основанные на ощущении своей самобытности, затем, так сказать, стратегии и цели, а исходя из этого и изменения законодательства. Не думаю, что я поразил правоведов своими правовыми знаниями, зато от души, на мой взгляд, это соответствует действительности в целом. Вы говорили, что колониальные правила Запада неприемлемы, то, что рассказывал Дмитрий Анатольевич, что нужны справедливые принципы мироустройства, а какие-то хотя бы наметки этого справедливых принципов мироустройства были обозначены на форуме, либо просто обозначили проблему? — Я так скажу, нет, там речь Медведева была довольно длинной, он дал там семь пунктов, по которым он считает необходимым изменение вот этой ситуации в мире. Можете открыть его выступление в энергетическом форуме и прослушать их, излагать их довольно долго, и потом я боюсь быть испорченным телефоном. — Понятно. По поводу турбулентности и поиска справедливости и правды, в том числе и в Европе, и в Соединенных Штатах, пока вы были на форуме, в том числе выступали перед уважаемой публикой, были дебаты Джо Байдена и Трампа, основных кандидатов в президенты Соединенных Штатов. Ну, по всеобщему мнению, Байден провалил эти дебаты. Более того, как написал Илон Маск, когнитивные способности Байдена сплотили американцев и республиканцев, и демократов. Демократы везде и в СМИ требуют заменить кандидата от их партии. Но Байден от самоотвода отказывается. СНН сообщило сегодня, что проводил он собрание семьи после неудачных дебатов с Трампом. И родные однозначную поддержку выразили, что Байден должен продолжать принимать участие в этой президентской гонке. Сегодня сын Джо Байдена, знаменитый Хантер Байден, сказал, что да, отец молодец, хорошо выступил, показал себя хватким и владеющим фактами. Тем не менее, в Конгрессе вполне возможно в скором времени запустят 25-ю поправку Конституции США. Об этом спикер Нижней Палаты парламента американского Джонсон сказал, что 25-я поправка – это не дееспособность. Он сказал, что мы видим слабость Белого дома, давайте подумаем, как эту слабость решать. Ну да, я, конечно, не полностью смотрел эти дебаты, но в целом основные моменты тоже их видел. Ну и с оценками, которые даются, в целом согласен, но понятно, что свою оценку сейчас тоже выскажу. Во-первых, что касается земли Байдена, ну честное слово, безжалостные люди. Просто безжалостные люди, потому что в отдельные моменты на Джо Байден было просто жалко смотреть, как на человека. Он выглядел настолько, ну вот, несчастным, я так скажу, настолько несчастным, так сказать, стариком и почти что обиженным ребенком, что было просто его жаль. Искренне, искренне жаль. То есть, во-первых, волшебная клизма, как бы, да, не дала результата. Если его больше недели готовили там к этим делам, видимо, и физически, так сказать, и тренировали как-то с точки зрения, так сказать, этих дебатов, а результат оказался таким слабым, это означает, что на самом деле больше сделать практически уже ничего невозможно. Все, этот человек свой ресурс исчерпал. И здесь, опять же, вот мы там задавались там тоже этими вопросами не раз. Ну, хорошо, предположим, даже если бы он выиграл эти дебаты, или, предположим, каким-то немытьем, катанием, как бы, этого человека, все-таки изберут президентом США. Но что ему делать еще четыре года? Что он будет делать еще четыре года, если сейчас он уже практически не способен к более или менее вменяемой деятельности, да? И вопрос, конечно, в том еще, а кто же все-таки в реальности управляет Соединенными Штатами Америки? Кто действительно определяет ее политику? Кто действительно, так скажем, подсовывает ему те или иные решения на подпись? Кто действительно формирует, значит, весь комплекс, так сказать, тех действий, которые одобряет президент США и прочее-прочее? Вообще является ли он президентом? Вот, это первое. Второе, вообще такое общее впечатление, о чем я скажу. Вообще, если честно, что Трамп, что Байден, впечатления это никого не производили. Вот эти дебаты на должность президента Соединенных Штатов Америки, самые мощные державы в мире, претендующие на абсолютное лидерство, они же выглядели просто каким-то посмешищем. Ну, просто посмешищем. Глупые, такие очень упрощенные, очень недалекие суждения, очень, так сказать, притянутые за уши в формулировке. Периодические скатывания на какие-то, значит, на какой-то буквально как бы мальчишеский уровень, как бы, да, или обзывательств, или, значит, конкуренция там в этом самом гольфе, кто-то, скажем, дальше там этот мячик забросит и так далее, и так далее. Это же выглядит позорно. Это же просто выглядит позорно. Это еще раз подтверждает тот факт, что, на мой взгляд, внутриполитический кризис в Штатах углубляется и углубляется, и кадровый, и элитный, и кризис принятия решений. Это совершенно очевидная картина глубокого внутриполитического кризиса. Оба кандидата на самом деле, ну, так я скажу так, крайне сомнительные, крайне сомнительные. Да, Трамп, несомненно, живее Байдена. Да, несомненно, так сказать, он лучше держит удар и так далее. Но и он выглядел, если честно, глупо. Потому что все, что он говорил, ну да, это было в минус Байдену. Да, он Байдена полоскал. Но, в общем-то, это не уровень руководителя самой крупной державы, опять же, претендующей на управление этим миром. И вот вопрос. А это что, результат развития той самой демократии, которую нам так долго впаривали как нечто универсальное, а как нечто, что приводит к власти лучших людей, как нечто, что является панацеей от всех проблем. Вот только главное, так сказать, давайте проведем выборы, давайте, так сказать, вот эти все переимем у них механизмы всевозможные, в том числе информационные, пиары, заживем счастливо и так далее, и так далее. Это же выглядело просто позорным. И, кстати, вот для нас, для всех, и для, значит, граждан России, и для всего мира позорным является то, что мы так долго и с таким местами свинячьим визгом восхищались Америкой, ориентировались на Америку, говорили, вот смотрите, как в Америке, а давайте, как в Америке, а вот Америка тра-та-та-та-та-та. Это, и вот мы видим, как бы, да, то, что сейчас происходит с Америкой с точки зрения политики и кадров, это же просто позорный какой-то, так сказать, не знаю, зверинец, и, не знаю, абсолютно недееспособность со всех точек зрения. И это еще раз вот к тому, о чем я говорил, так сказать, перед этим, да, миру надо очнуться, хватит подчиняться этим людям, этим людям нельзя подчиняться, таким людям нельзя подчиняться, таких людей даже уважать, по большому счету, особо не за что. И уж точно совершенно, выполнять их указания, так сказать, да, действовать и жить так, как они говорят, это просто, ну, это просто позорно. Все, на мой взгляд, Америка изжила себя, абсолютно изжила себя, как бы, да, и вот эти вот дебаты, это была картина позора, судя на что-то в Америке. Абсолютно, абсолютно, так сказать, бессмысленные люди, по большому счету, при том, что я, конечно, чуть больше симпатизирую Трампу, но и он, если честно, как бы это, ну, это для кого, это тоже, это кандидаты для дебилов, действительно, какие-то бивисы, бадхит, так сказать, которые гигикают, так сказать, и постоянно друг друга оскорбляют, вот. Это вот, это торжество американской массовой культуры, все те, кто ею восхищается, да, и все те, кто пытается подражать, вот к чему это ведет. И где этот культ молодости, кстати говоря, глупый, когда культ молодости пытаются демонстрировать 80-летние старики, да, это выглядит, ну, отвратительно, я бы даже сказать, местами. И всему миру, и нам, в том числе, да, пора вообще-то, так сказать, расстаться с этой мыслью окончательно насчет того, чтобы ориентироваться на этих людей, так сказать, как-то делать свою жизнь с этой страны и так далее. Америка в глубочайшем кризисе, и эти дебаты, вот это все совершенно однозначно продемонстрировали, и всем нам есть над чем задуматься, как ты говоришь, в том числе, вот, людям оппозиционно настроенным, да, вот наша оппозиция, там, в том числе, которая бежала еще недавно, которая здесь восхищалась штатами, посмотрите, чем вы восхищались. Это ведь не мы придумали. Это не результат, условно говоря, так сказать, знаете, действия кремлевской пропаганды. Это результат абсолютно естественного развития того, что называется американской демократии. Вот всем этим нашим, так сказать, оппозиционерам, которые там где-то сидят, вот, где-то там сидят или где-то здесь все еще сидят, да, и тем, кто на это все ориентируется, посмотрите, что это. Это, ну, откровенный, откровенный позор. И я думаю, что это и кризис, так сказать, и самое главное для нас, для всех вывод, этим людям, еще раз повторю, этим людям больше нельзя подчиняться, ни в коем случае. И хорошо, так сказать, что, может быть, даже где-то, что мы вступили с ними в противостояние, потому что идти за ними означает идти в пропасть. Хотя, если так, а тоже обратно от пафоса вернуться в чисто инструментальном таким рассуждениям, действительно возникает вопрос, а что же с этим делать? Потому что кто этим все управляет? Кто толкает Украину на войну? Кто расходует Европу? Вот европейцам тоже было бы сейчас очень интересно и правильно посмотреть. Вот европейские лидеры все эти, которые молились на Штаты, а на кого молились-то? Поглядите, кто эти люди, которые руководят вами. Поглядите, кто эти люди, которые заставляют вас, например, поставлять оружие Украине и убеждают вас в том, что это вообще, это главное занятие для вас, что это вообще смысл в вашей жизни. Посмотрите на все эти вещи. По поводу замены Байдена, чисто уже такой технический вопрос. Да, я тоже слышал, что они пока не хотят идти на замену, и что именно семья, кстати, обратите внимание, семья. Семья, то есть люди, должностей никаких не занимающие, а просто его личное окружение. Говорят, нет, ты должен остаться. Конечно, они будут ему льстить и говорить, что, так сказать, он должен остаться, потому что если вдруг он опять станет президентом, но они будут все равно так иначе рядом. Но я скажу, что демократы, и это тоже признак кризиса, попали в очень неприятную ситуацию, которую мы, кстати говоря, предсказывали или, по крайней мере, обсуждали, и в том числе и в наших эфирах. Оставите Байдена плохо, замените Байдена, тоже нехорошо, а может быть даже еще хуже, учитывая то, что кадровая скамеечка так себе. И даже самый, так сказать, рейтинговый из тех, кто может заменить Байдена, все равно уступает Трампу. А кроме всего прочего, да, тоже, о чем мы говорили, кроме всего прочего, окажется, что демократическая партия на несколько лет втирала всем, значит, вранье про то, что Джо Байден в отличной форме, про то, что все это вранье, про то, что, так сказать, он там в плохой форме, всем, значит, его показывала как будущего президента США и так далее, и так далее. То есть обманывала. Или обманывала, или само было слепо. Но если оно само было слепо, то как ему можно доверять? То сейчас демократы попали в ловушку собственных интриг. Они, наверное, кто-то пытался использовать это, значит, бедного Байдена, а может быть и нет, а может быть вообще это просто вот серьезно. Кризис достиг степени полного бардака, когда реально процессы выходят из-под контроля. Но в любом случае, да, менять-то его особо не на кого. И даже если прямо сейчас его поменять, там, да, всякие конспирологические, так сказать, эти есть рассуждения, что вот, мол, это Обама, Клинтон, они даже специально пошли на то, чтобы устроить дебаты пораньше, чтобы, значит, в случае чего осталось время на то, чтобы поменять Байдена другого кандидата и раскрутить нового. Да, это можно, там, пусть и предполагать. Может быть, так оно и есть, я не знаю. Но в любом случае, это тоже, как бы, проигрыш. Это тоже, так сказать, поражение. В том смысле, что получается, что сначала вы, значит, больше года всем рассказывали, что Байден, так сказать, молодец, огурец. А теперь говорите, ну, Байдена надо слить, причем желательно прямо сейчас. А главное, что менять-то особо не на кого. В общем, конечно, это явный совершенно признак и кризиса внутри Демпартии, правящей партией в США, и кризиса американской политической системы в целом, и кризиса американской массовой культуры, потому что, еще раз скажу, куба кандидата – идиоту. Ну, в той или иной степени, если честно, да. И вот эти люди должны, как бы, да, управлять миром. И вот этим людям многие стремятся и даже рады подчиняться. У этих людей многие ищут, так сказать, благоволение, да. У этих людей многие ищут поддержки и так далее, и так далее, рассказывая о том, какие они, там, гениальные, это самое, значит, руководители мира. Вот, и когда спрашиваешь, почему, ну, как же, у них столько долларов, там, и так далее, и так далее. Эти люди толкают сейчас, так сказать, Европу на войну с Россией, эти люди поддерживают Украину. Кто они такие вообще? Мне кажется, вот эти дебаты были, конечно, просто мощнейший удар по имиджу США в целом. Это мощнейший удар по имиджу США в целом в мире. Вот так вот осознают они это или нет, не знаю. Но есть беда в том, что они, может быть, даже про это и не думают. Настолько они погружены в свой внутренний эгоизм, что они даже этого пока еще и не осознают. Британский журнал The Economist задается вопросом, может ли в Соединенных Штатах установиться диктатура. Это по следам зажигательного шоу дебатов Трампа и Байдена. Спрашивают журналисты британские, защитит ли конституция американцев в случае прихода тирана, отвечает, ну да, наверное, защитит, а может, не защитит. Действительно, во время дебатов и до них, и Трамп, и Байден, ну в основном Трампа называли диктатором, узурпатором, тираном и так далее и тому подобное, пугали американцев, что если он вернется в Белый дом, то все, американцы, никаких вам свобод и так далее и тому подобное. Ну, тут такая насчет британское издание, да, это самая удобная позиция аналитика, ну вот или это, или одно из двух, или защитит, или не защитит. Вот такая вот моя аналитическая, так сказать, будет мысль мощная по этому поводу, это первое. Второе, что касается Трампа, ну понятно, что сейчас остается только пугать, то есть если, ну в любом случае, даже независимо от того, будет ли Байден кандидатом или не Байден, у Демпартии остается только, и ее сторонников, и ее союзников, в том числе за рубежом, остается только одно средство пугать, пугать и пугать. Трамп жуткий, Трамп страшный, так сказать, Трамп, значит, вас всех сожрет, он конец демократии и так далее, хотя мы видим, как вот эта самая демократия, именно абсолютно недееспособного Байдена делает, значит, кандидатом, которому надо отдать предпочтение, да, что тоже, по-моему, странно. Тут даже совсем уже такой тупой, дебиловатый американский даже избиратель, самый такой, самый уж такой усредненный, ну не может не видеть простой вещи, что, значит, вот эта система, толкающая Байдена, она толкает совершенно недееспособного к жизни человека, причем он даже как-то и согласен на это, вот у нас любили все ругать, я помню, Леонида Ильича Брежнева, но если верить эти воспоминаниям, Брежнев трижды просил политбюро ЦК о том, чтобы его отпустили на отдых, да, как бы, а вот политбюро ЦК не давало, ему говорил, нет, Леонида Ильич, так сказать, как же мы без вас, вот здесь, правда, есть семья вместо политбюро, может, еще какое-то политбюро там подпольное, но, тем не менее, такое впечатление, что Байден-то сам, в принципе, хочет, вот, и он хотел бы там, вот тоже, не знаю, я очень трудно вообще понять, как он видит мир, потому что реально у него стало лицо выжившего из ума старика, оно стало напоминать ребенка, причем вот такого, не знаю, совсем не взрослого ребенка, и вообще очень трудно понять, от чего он что-то видит, не видит, и как он вообще все это ощущает, ведь вы же понимаете, что, например, скажем, дети, если вспомнить себя тоже в детском возрасте, или на своих детей посмотреть, но они могут совершенно те же самые явления, или тот же самый абсолютно, так сказать, событий, которые вы видите глазами взрослого, они видят ее совершенно по-другому, и я так понимаю, что с людьми, которых поражает деменция, происходит что-то в этом роде, да, тоже распад личности и искажение восприятия того, что происходит вокруг, поэтому, как он это видит, не ясно, но, по крайней мере, он, судя по всему, не отказывается, да, от этой самой идеи, вот, а насчет вот этой диктатуры, там, не диктатуры, там, я не очень вижу, здесь тоже, мне кажется, передергивание, Трампа, правда, вот сказали, что он там 50 раз соврал, как бы, да, в своем, в своем выступлении, может, оно так и есть, вот, но, что касается узурпации, то вряд ли это на сегодня можно это обвинение предъявить Трампу, а в чем, собственно, узурпация состоит? Ну, в любом случае, ясно, что они будут пугать Трампом, как жутким совершенно демоном, как диктатором, который обязательно там на следующий день установит диктатуру, я, правда, не понял, диктатуру кого он установит, диктатуру порнозвезд, который он так любит, да, или любил когда-то, или к чью-чью диктатуру вообще, да, на мой взгляд, Трамп вообще к диктатуре не склонен, вот он немножко другого, значит, этого, другого направления товарища, вот, но понятно, что сейчас будут кошмарить по максимуму, потому что, если остается Байден, то первое, значит, с его немощью уже сделать явно ничего не получится, вот, а его немощь является главным пунктом обвинений со стороны Трампа, и это, получается, это, значит, беспроигрышный козырь, да, что касается всех остальных вещей, даже если он, ему и есть что сказать, судя по всему, он уже не может это подать достаточно эффективно, там, ну, вопросы экономики, там, насколько я понимаю, тоже спорные, вот, в чем-то, значит, Байден может там чем-то похвастаться, чем-то не может там, да, но он не может уже явно эффективно вести дискуссию на эту тему, то есть он, наверное, может еще выступать, значит, с суфлером где-то на каких-то митингах, но дискутировать на эту тему вживую он не может, а вообще-то на самом деле в Америке вот вся эта их компания предусматривает несколько туров дебатов, вот, несколько туров этих дебатов, да, и вопрос там вообще, так сказать, вот, а Демпартия готова пойти еще раз, вот, на то, чтобы, так сказать, вот, Байдена выпустить на дебаты, мне кажется, уже нет, все, потому что, ну, хватит, ну, что лучше явно не будет, вот, но может быть хуже, вот, поэтому остается одно, кошмарить, вот, значит, всех Трампом, он все, значит, здесь всех поубивает, всех съест, все это будем жить там при каком-нибудь там трампизме, фашизме там, ну, и все, так сказать, что с этим, из этого проистекает. Сегодня, кстати, Верховный суд США определит, имеет ли Трамп право на иммунитет за преступление, которое он якобы совершил на посту президента, уже уходящего президента, то есть, по делу о попытке фальсификации выборов, его причастности якобы к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Ну, вот, американские эксперты говорят, что, так как Верховный суд, он, там, консервативное большинство, ну, по сути, за Трампа, вот, то в случае положительного вердикта, то есть, Трамп не виноват, скажут, он окончательно перехватит инициативу в этой самой президентской гонке. Следующая дебата 10 сентября, а с 19 по 22 августа съезд, национальный съезд демократической партии, где они уже должны представить своего кандидата. Вот, будет ли Байден или нет, сейчас вот все гадают. Да, там просто немножко еще есть, что говорить, там действительно, эта интрига существует, если ее там немножко продолжить, да, это вот к вопросу о Трампе. Тут, собственно, с Трампом остается единственный выход, взять и убрать его каким-то образом, да, вот, я не знаю, так сказать, запретить ему или посадить его, не давать ему ехать на митинги или просто грохнуть, и, насколько я понимаю, там сейчас напряженно работает мысль в этих направлениях, это первое направление, а второе направление, да, вот это насчет того, что это же демократы, насколько я понимаю, если я не ошибаюсь, это же именно демократы предложили устроить дебаты до съезда. Да, да, да. Возможно, действительно, есть какое-то там, так сказать, вот это вот течение внутри демпартии, вернее, невозможно, а точно, которое хотел бы проверить вообще, Байден годится, не годится, если не годится, то есть еще последняя возможность, это съезд демпартии, на котором можно выдвинуть другого кандидата. Но, опять же, еще раз скажу, что все равно это будет выглядеть довольно криво, ситуация будет довольно кривая, потому что, во-первых, этого кандидата надо еще договориться о том, какой будет кандидат, да, во-вторых, среди всех возможных кандидатов нету тех, кто однозначно бьет Трампа по рейтингам, в-третьих, этому кандидату надо еще дать возможность раскрутиться, то есть нужно, нужно какое-то, так сказать, время, чтобы его там раскрутить, подать и прочее, прочее, Трамп все это время будет использовать, ну и плюс, опять же, то же самое, о чем я говорил, вот, а зачем вы тогда нам, любой изговоритель, можно сказать, зачем вы нам тогда так долго вспомнили Байдена, значит, вы нас все время обманывали, значит, вы постоянно, так сказать, манипулировали, то есть в любом случае, конечно, это не очень хорошая для демократов ситуация, но и выход из нее какой, ну или закошмарите этим Трампом всех, или каким-то образом его убрать, я полностью вот не исключаю этого момента. Ну, то есть дебаты были таким вот тестером, как раньше стояли в хозяйственных магазинах, лампочку проверить, купил лампочку, вставил, загорелось, хорошо, забираешь, не загорелось, меняешь эту лампочку, вот у Байдена, наверное, такая проверка показала, что он в полнакала это, дай бог, горит. Европейские демократы пугают свое население угрозой правых, сейчас секундная пауза и продолжим. Во Франции подсчитывают итоги первого тура парламентских внеочередных выборов, которые инициировал президент Франции Макрон. Вот, итоги неутешительные для Макрона и его команды. Лидирует ультраправое национальное объединение Жордана Барделла, это молодой протеже Марин Липен, более 33% после первого тура набирает это объединение. Второе место коалиция левых, на третьем месте, собственно, кандидаты от Макрона. Уже сказал премьер французский, что несколько десятков кандидатов снимутся, которые заняли в округах, в участках избирательных, там третье место, они снимутся для того, чтобы поддержать более мощных кандидатов от правоправительственной партии. Но, тем не менее, Марин Липен знаками и словами говорит, мы довольны результатами, мы идем к победе и всю эту шайку Макроновскую в конце концов попытаемся разогнать. Все это проходило на фоне высокой явки, высокой за несколько десятилетий. То есть французов это зацепило, они проголосовали, но, видимо, проголосовали не так, как рассчитывал Макрон, запуская внеочередные выборы в Барламинске. Правда, многие комментаторы говорят, что впереди второй тур, неизвестно, чем закончится. Прежде чем к Франции перейти, еще буквально пара предложений по Америке, да, все-таки, если так немножко в нашу сторону, да, после этих дебатов шансы Трампа на победу увеличились. По крайней мере, на сегодняшний день это так. Это первое. И второе, опять же, главный вопрос для нас, а есть ли шанс на то, что в случае прихода Трампа к власти, наши отношения могут получить, так сказать, какую-то возможность урегулирования или хотя бы снижение, так сказать, уровня напряженности, да, в том числе вокруг Украины и всего остального. Я считаю, что есть. Я считаю, что есть. Конечно, обольщаться этими всеми вещами ни в коем случае не надо, тем более, что еще рано, да, обольщаться, потому что даже если вдруг Трамп победит, он вступит в должность только в январе следующего года. Но, тем не менее, я считаю, что есть. Конечно, Трамп по этому поводу говорит много всяких слов. Вот интересно и то, что он сказал по поводу Украины, что эта война вообще не должна была начаться, и если бы я там, то она не началась бы, да. Но я считаю, что шанс такой и есть, потому что Трамп, во-первых, действительно немножко по-другому смотрит на этот мир. Первое. Второе. Трамп действительно не на 100% системный человек, что касается американской вот этой системы. В-третьих, сама система явно находится в кризисе, а это любым несистемным людям дает больше шансов. Это 100%. Плюс ко всему ему вообще надо будет хоть что-то как-то оправдывать свои слова, вот как-то отстраиваться там, опять же, от демократов, Байдена и все остальное. Поэтому я считаю, что шанс есть. Перевеличивать его не надо. И понятно, что Трамп может и соврать в любой момент, но, тем не менее, шанс, на мой взгляд, существует. Я бы не стал его так вот полностью отвергать. По поводу французов теперь, да, ну, еще одна ошибка. Вот это тоже к вопросу о том, что вообще, на мой взгляд, вообще вся западная демократия, вся западная система взглядов находится в яйном кризисе. Но, смотрите, демократы, очевидно, проиграли вот с этой идеей дебатов, да, и с вообще кандидатурой Байдена. Потому что если бы они более адекватно смотрели на мир, они бы вообще не стали бы Байдена двигать на следующий срок. И уже какой-то новый бы человек раскручивался, и, может быть, уже раскрутился, и, может быть, он был бы круче Трампа, кто знает, да, и плюс ушла бы, ушла бы вот эта ситуация, личная неприязнь Трампа и Байдена, которая тянется еще с тех выборов. Изможно было бы перевернуть страницу, сменить повестку. Вот, чисто я, опять же, как технолог рассуждаю. Вот, на мой взгляд, Байден не надо было вообще как бы додвигать. Вот, надо было выдвигать другого человека и, наоборот, уводить всю ситуацию от личного конфликта Байдена и Трампа. И тогда появлялась бы некая новая повестка, в которой Трамп запросто мог бы просесть. А так они дали Трампу, как бы, да, все шансы, все козыри в руки, именно потому что двигали Байдена. Вот, странно, что такие опытные люди, а уж точно гораздо более опытные, чем мы, так сказать, в выборах, да, и таких вот вещей, как бы, не оценили. Говорит о том, что адекватность, значит, восприятия утеряна. Такая же ситуация, как мы видим, в Европе происходит. Адекватность восприятия утеряна явно на фоне украинской ситуации. Им удалось внушить этим европейским элитам, потому что, якобы, Украина – это смысл жизни, хотя, как я много раз говорил, это даже близко не так. Это абсолютно перевернутая, искаженная, так сказать, да, испорченная картинка. Это просто не так. И более того, эта картинка никаких особых там и выгод-то Европе конкретно не дает. Они только проблемы нагружают. Но они упорно, вот, идут, так сказать, по этому пути. И теперь с Макроном, вот, тоже даже с точки зрения внутренних технологий, это же означает, ну, непонимание и незнание своего собственного общества. Непонимание и, значит, той ситуации, которая складывается. Макрон стал, после поражения его партии на выборах Европарламент, решил, значит, взять реванш на эмоциональных выборах. Видимо, решил, что сейчас он покажет, что на европарламентских выборах это была просто случайность. Вот, а сейчас, как бы, да, они восстановят свою репутацию и проиграл. Макрон уже проиграл, да, так сказать, это, ну, это точно. Потому что, да, впереди еще второй тур, но первый тур проиграл-то он с треском. Третье место. Третье место, причем с достаточно серьезным отрывом. Причем от тех, кого вообще еще недавно, как бы, они не хотели в упор видеть. Да, вот все это объединение, как бы, Марин Ле Пен говорили, что все это ерунда, все это, так сказать, маргинальные какие-то партии, бац, они выходят на первое место. А на второе место выходит блок левых, да, который тоже совсем не за Макрона, а совсем наоборот, как раз против Макрона. Да, здесь появляется шанс столкнуть левых и правых, на этом фоне, так сказать, попытаться все-таки выскочить из этой ситуации, но шанс-то довольно призрачный. А самое главное, что, судя по всему, основной расчет Макрона уже провалился. Правда, его даже однопартийцы его за это критиковали, за саму эту вот идею решения в неочередных выборах, вот, но он это решил. Ну, и, судя по всему, судя по результатам вот вчерашнего голосования, он ошибся. Причем ошибся, так сказать, серьезно. Вот, то есть адекватность вообще восприятия действительности, адекватность принятия решений, ну, явно этих людей оставляет. И, конечно, там ситуация в отношениях с Россией, ситуация вокруг Украины, она там вторична, третична и вообще где-то находится далеко-далеко, вот, на местах предпочтений, так сказать, тех же самых французов или тех же самых американцев, тем не менее, тем не менее, как бы, да, вот этот вот случай с Украиной и Россией, он так активно используется и американскими властями, и европейскими властями, и французскими властями, что он уже, вот, по крайней мере, сейчас, он входит, условно говоря, там, в десятку основных тезисов современной власти и отвергая эту власть, как бы, да, не голосую за нее. Их собственные граждане прямо или косвенно показывают, что они и этот тоже, и вот этот пункт конфронтации, с Европой, ведущая к войне, с Россией, так сказать, да, вот Европа и Россия, они тоже его не принимают, они не хотят. И, кстати, интересно, что это вот, вот это поражение Макрона произошло, в общем-то, на фоне его совсем недавних заявлений о том, таких воинственных, о том, что вот они сейчас и войска пошлют на Украину и готовы вступить в прямой конфликт с Россией, там и все такое прочее, Трамп, кстати говоря, где-то неделю назад пожелал удачи, так это скептически, Макрону, да. Какая-то война с Россией, если Макрон не может выиграть выборы, который сам назначил, вот, а что будет, если он сейчас возьмет и скажет, все, мы отправляем наших солдат на Украину воевать, нам все равно, сколько там в гробов придет. Это означает, что эти люди потерялись, теряют связь с реальностью, вот, это тоже весьма характерно. Но и это, как бы, с одной стороны, может нас вот где-то так как-то выдушевлять, вот, а с другой стороны, конечно, это и опасение, потому что это означает, что они немногие другие вещи вообще не понимают. Они и многие другие вещи, так сказать, они заигрались так в свою эту избранность, что они и многие другие вещи не осознают в том виде, в каком они существуют на самом деле. А это ведет к неправильной оценке ситуации, неправильным прогнозам и может привести, так сказать, и, в общем-то, к катастрофическим, там, драматическим решением. Вот, но последнее, что по этому поводу хотел бы сказать, это то, что все-таки, как я и утверждал, на ваш взгляд, смена элит может дать шанс на перезагрузку отношений. Неполную, естественно, какую-то, да. Тут не нужно никаких этих самых, никаких, опять же, иллюзий по этому поводу, потому что мы этими иллюзиями 30 лет жили. Но определенный шанс, так сказать, на какие-то изменения и хотя бы на снижение уровня эскалации между Западом и Россией, это может дать. Смена конкретных людей, которые заигрались в эти дела, которые потеряли адекватность восприятия, которые могут принимать самые, так сказать, такие, ну, плачевные решения с точки зрения ошибок. Сергей Александрович, а вот эта смена западных элит, она пройдет мирно, либо бурно? Потому что после опубликования первых итогов выборов в парламент французский толпы вышли этих леваков, скандировали Нопа-Саран, к ним там этнические банды присоединились, Антифа, в общем, громили во многих городах французских магазины, рестораны прошли с такой волной. И некоторые эксперты, в том числе по Восточной Европе, задали вопрос, возможно ли во Франции Майдан, не перекинется ли туда освободительное движение вот это? Ну, знаете, как говорят, значит, для Майдана нужно присутствие американского посольства. Оно есть, но здесь американское посольство явно ни при чем. Мы явно входим во времена более хаотичные, да, были более, может быть, так сказать, драматичные, чем даже были раньше. И, кстати, это результат собственной политики западных элит в том числе. Поэтому в какое-то организованное восстание, скажем, с какими-то понятными целями и задачами, я не верю. Потому что все вот эти погромы уличные, это все-таки в основном результат хаоса. И самое главное, непонятно, что вы хотите. Отмена результатов выборов? Но если люди проголосовали, как бы, что с этим сделаешь, да? Это первое. Второе, даже эти леваки, которые вышли, да, они против правых, но они и против Макрона. Потому что они тоже считают, что вот эта победа правых – это результат политики Макрона. Да, поэтому что предлагается? Предлагается все отменить и что-то, скажем, да, устроить во Франции анархию. Вот третье, да, вот как я говорил, то, может быть, здесь есть шанс для власти, французские, так сказать, выскажите, сказать, что чрезвычайшину ввести, вот что они могут сделать, если вы спрашиваете о Майдане, это спровоцировать, условно говоря, какой-нибудь Майдан, для того, чтобы ввести чрезвычайшину и попытаться на этом деле, так сказать, выскочить. Но и то, и другое, и третье, в общем, в любом случае, проблема для Франции. Продолжение следует...